В 2012 году меня пригласили на этот проект. Я узнала, что строится предприятие. И было интересно посмотреть, что здесь происходит. Приехала, встретилась с директором. Как за короткий срок создать успешное предприятие? Секретом поделится директор Туровского молочного комбината Ольга Луцко. Я и сам вместе с ними учусь. Говорят, что нужно быть выше, детей нет. Надо наоборот к ним подойти. Тогда ты будешь ребенка понимать. Будешь знать, какие у него проблемы, какие идеи. Быть не только учителем, но и другом. Виктор Семин о работе педагога и воспитании настоящих мужчин. Первый учитель физкультуры привлек в спорт. С тех пор со спортом не расстаюсь абсолютно ни на минуту. Детей своих приучаю к спорту. Когда спорт объединяет молодая семья из Житковичей, о подготовке юных спортсменов и выступлений на соревнованиях международного уровня. Всегда нужно стремиться быть лучшим, иначе работа не принесет удовольствия. По такому принципу живет Ольга Луцко, директор Туровского молочного комбината. Эта яркая и неординарная женщина никогда не останавливается перед трудностями, а наоборот считает, что они закаляют и позволяют в будущем стать только сильнее. В ее трудовой книжке всего две отметки о месте работы. Реческий пивоваренный завод, где наша героиня прошла путь от простой рабочей до заместителя директора. И Туровский молочный комбинат. Предприятие, которое за непродолжительный период своего существования вышло на лидирующей позиции в Гомельской области. В 2012 году меня пригласили на этот проект. Я узнала, что строится предприятие. И было интересно посмотреть, что здесь происходит. Приехала, встретилась с директором, который тогда был, Алексей Денисов. Он предложил мне занять позицию зам директора по производству. И дальше уже моя трудовая деятельность вся связана с Туровым. С 2012 года, с 8 февраля и по настоящее время. Здесь была замом по производству, потом первым замом. Я уже стала директором. Поэтому от создания предприятия, от стройки, весь коллектив подобрала. Все рецептуры мы вместе разрабатывали, все рынки осваивали. Модернизацию в 2018 году успешно провели. Сегодня предприятие можно смело назвать брендом Турова. Хотя выпускать продукцию здесь начали всего 6 лет назад. В ассортименте более 200 наименований. Это сыры итальянской группы. Маскарпоне, моцарелла, крем-чиз, скаморца, рикотта и другие. Для производства используется сырье только высшего качества. Молоко поставляют более чем из 20 сельхозпредприятий Беларуси. К слову, на комбинате начали потреблять и собственное сырье. К 2022 году оно и вовсе должно составить более половины в общем объеме переработки. Предприятие создано, дочернее предприятие, которое называется «Молочная правда». Оно профессионально занимается управлением сельхозпредприятиями, которые мы берем в управление. Предприятие, которое мы берем в управление, находится и в Гомельской области, в двух районах, и в Минской области, и в Витебской. И сегодня доля своего молока уже достаточно высока. По факту сегодня приемка составляет 480 тонн, 107 тонн – это уже наше молоко. И дальше мы продолжаем вести такую работу, присоединять сельхозпредприятия, заниматься там производством молока, растением, разумеется, тоже. Технологии, которые сегодня применяются на Туровском молочном комбинате, разработаны совместно с итальянскими специализированными компаниями. Основное оборудование, предназначенное для переработки молока, скомплектовано на базе ведущих европейских производителей, занимающих на протяжении десятилетий лидирующие места в мировом рейтинге. Предприятие очень высокотехнологическое, все процессы автоматизированы, и управление всем предприятием происходит именно здесь. Здесь находятся мозги, наш центральный сервер. Ребята осуществляют абсолютно все операции, начиная от приемки молока и до подачи смеси в цех до производства сыра. Также отсюда они управляют мойкой оборудования и отслеживают, как продукт хранится в танках, какая его температура, какое его количество, дают команды на перемещение. Также следят за общей составляющей, если что-то идет не так, у них выбивается ошибка, и они управляют этим процессом. Ребята, как видите, молодые, здесь две программы у нас, две производственные мощности, нужно очень иметь хорошие мозги, чтобы в этом разбираться. Мы периодически проводим обучение, вот сейчас создали такую инструкцию, чтобы это было положено, некий такой букварь, который они изучают, и мы периодически принимаем экзамены. Вот 26 числа июля они сдали экзамен, это был такой первый экзамен, а второй уже в сентябре будет второй экзамен с некими выводами по их квалификации. Мы делаем это системно, причем такие экзамены по проверке квалификации, знаний мы проводим периодически по всем группам сотрудников, с разных сфер деятельности, чтобы понять уровень знаний и квалификации нашего персонала в разных сферах. Внедренные системы управления обеспечивают производство безопасной пищевой продукции наивысшего качества. На предприятии жесткий контроль на всех этапах, по-другому быть не может. Здесь очень дорожат завоеванным авторитетом среди конкурентов, а главное – любовью своих потребителей. Сейчас мы с вами находимся в лаборатории, всего три лаборатории – это центральная, сырьевая и производственная. В сырьевой лаборатории девочки проверяют качество молока, устанавливают качественные показатели, присваивают сорт, ну а дальше идет приемка и перекачка. Как отмечает Ольга Луцко, максимальная автоматизация позволяет минимизировать влияние человеческого фактора на качество продукта. Мы сейчас с вами находимся на процессе вытягивания. Это все сыры группы паста филата. Что такое паста филата? Паста тянуть, паста тесто, филата тянуть. То есть вы видите, вот сейчас сыродел проверяет структуру сыра. Моцарелла, она имеет такую форму витого шарика, когда она охлаждается. Вот он смотрит, насколько она вытягивается, растягивается, это тесто. Вот смотрите, какая красота. Туровский молочный комбинат – предприятие хоть еще и совсем молодое, но уже добившееся высоких результатов. Сегодня оно занимает более 75% в общем объеме выпускаемой продукции в Житковичском районе. Когда комбинат начинал свою деятельность в 2013 году, в сутки переработка молока составляла около 30 тонн. Спустя 6 лет эта цифра увеличилась почти в 13 раз, и это далеко не предел. Технологические возможности позволяют в будущем перерабатывать еще большее количество молока. Мы сейчас находимся на нашей второй производственной очереди. Несмотря на то, что комбинат очень молодой и запущен в 2013 году, было принято решение в 2016 году нарастить мощности в три раза. И первая наша производственная очередь перерабатывает 250 тонн в сутки, а с вводом второй производственной очереди мы планируем перерабатывать 760. Запустили мы это оборудование в январе 2018 года, и сегодня здесь в этом цеху по факту принимается, перерабатывается порядка 150 тонн молока, а вообще вот один этот цех может переработать 300 тонн молока в сутки. И здесь мы производим евросыры в блоках по 2,5 килограмма под брендом «Кукинг» для Харейного канала. К слову, предприятие экспортоориентированное и около 75% выпускаемой продукции направляется к иностранному потребителю. В списке торговых партнеров – Россия, Казахстан, Грузия, Узбекистан, Азербайджан. Очень успешно налажена работа и на рынках дальнего зарубежья – в Сингапуре, Гонконге и Ордании, Объединенных Арабских Эмиратах. В этом году отправили первую партию в Японию. Готовится отгрузка также во Вьетнам. В ближайшем будущем планируют открытие собственного представительства в Китае. Быть столь востребованными, к слову, позволяет непрерывная работа маркетологов по расширению продуктовой линейки. В данном случае мы вот с вами видим продукт сливочный, творожный, аэрированный кремоля. Это творожный, аэрированный сыр. Он в четырех вкусах – сливочные, соленые огурцы, вяленые томаты и шампиньоны. Мы его уже поставляем в достаточно больших объемах на российский рынок. Если брать предыдущие месяцы, то под акции в торговых сетях мы в июне продали где-то тонн 30 этого сыра. В июле то же самое. Но, естественно, у белорусов он тоже пользуется популярностью. Порядка 15 тонн в месяц продается на белорусском рынке. Туровский молочный комбинат – предприятие современное, отвечающее мировым стандартам. Сегодня здесь активно развивают производственный туризм. Конечно, о больших доходах говорить не приходится. Производственный туризм – проект скорее маркетинговый. Но, как отмечает Ольга Луцко, очень важный для популяризации продукции. В свое время, когда проектировали завод, пришла такая идея сделать галерею, чтобы принимать туристов, поскольку в молочке очень жесткие требования санитарные и запрещен допуск людей в производство. Таким образом, мы популяризируем свой продукт и спрос на такие экскурсии с каждым годом все выше и выше. Причем заказывают экскурсии как туристические агентства, так и частные лица. Здесь мы рассказываем о нашей технологии, о производстве в целом, что такое моцарелла, что из нее можно приготовить, как создавалось предприятие. А далее мы предлагаем продегустировать нашу продукцию, после чего группа туристов отправляется в наше кафе. Мы их вкусно кормим и посещают магазин, поскольку они уже предварительно продегустировали, они уже знают, что они могут купить. Как правило, покупают очень много. Знаете, это где-то эмоциональные покупки, потому что когда мы куда-то едем, мы хотим что-то привезти, а тут не магнитики, здесь сыр. Это всегда вкусно, интересно, ну а предприятия, естественно, получают прибыль. На счету предприятия уже немало наград. Их количество так стремительно растет, что скоро, возможно, придется выделять отдельное помещение, а может и создавать специальный музей. Предприятие сегодня одно из лучших в регионе. Как подтверждение, занимаемое место на областной доске почета, причем уже 4 года подряд. Не могу не отметить свежую награду за 2018 год. Вручал нам ее сам Сергей Николаевич Румас в этом году, в апреле, премия правительства в области качества. Это наивысшая государственная награда в этой сфере. И это было очень приятно и трепетно коллективу получить такую оценку работы и нашего уникального продукта. Также не могу не отметить, вот уже второй год подряд мы получаем диплом «Лучший предприниматель года». Ну и много других, про всех не рассказать. Как видите, тут все стены завешаны. Это и в сфере качества, и за экспорт. Конечно, такого результата нельзя достигнуть в одиночку. Опора любого руководителя – слаженный и надежный коллектив. Стоит отметить, средний возраст сотрудников – 28 лет. Молодые специалисты приезжают со всей страны. В обратном направлении уезжают единицы. Высокая заработная плата, хороший соцпакет, предоставление жилья, многочисленные корпоративные мероприятия. Такие условия позволяют руководству выбирать действительно лучших. А возраст не смущает. По словам Ольги Луцко, с молодежью легко работать и легко находить общий язык. А их задор и креатив – залог успеха предприятия в будущем. Хорошо закрепляются много молодых специалистов, причем в разной сфере абсолютно. Есть и специалисты в области менеджмента качества, есть специалисты в области сельского хозяйства. У нас есть отделы основного сырья. Много технологов и сыроделов. Это все молодежь, это тот потенциал, который мы развиваем, без конца их учим, отправляем. Поправляем на семинары, учим здесь, выезжаем за границу. Постоянное движение им интересно. И несмотря на то, что Туров – маленький город, здесь не так много развлечений для молодых людей. Но мы стараемся захватить их работой и корпоративными мероприятиями, которые мы для них устраиваем. Вот не так давно у нас, 27-28 июля, прошел туристический слет, на котором приняло участие 130 человек. Мы арендовали озеро Белое, сделали очень насыщенную спортивную программу, разбились на семь команд. У нас были девизы, речевки, даже какие-то сценки, представления. Ну а в конце всех наших таких тяжелых преодолений полосы препятствий и других развлечений были выбраны победители, присуждены награды. Когда достигаешь определенных высот, очень часто успех ослепляет и заставляет расслабиться. Но это точно не в случае с нашей героиней. Ольга Луцко считает, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда нужно стремиться быть лучше, чем ты есть сегодня. Иначе все твои предыдущие заслуги не имеют смысла. Как бы ни было сложно, важно в любой ситуации сохранять мотивацию. Наверное, зависит от личности несложно, мне несложно. Всегда есть мотивация, потому что мы всегда растем. Это предприятие, оно радикально отличается от всех остальных тем, что оно построено с ноля. Сюда приехали ребята, коллектив со всей страны, со всей Белоруссии. И эти ребята здесь прочно закрепились. Если на старте в 2012 году, когда нас собирали, нас было 15 человек, то сегодня нас уже почти 400. И приятно то, что та производственная команда, сегодня это первые люди предприятия. Это замдиректора, главный технолог, технологи, сыроделы. Они вот уже кто 6, кто 7, кто 8 лет, я уже 8 лет на этом предприятии построили, запустили и успешно развивают. И преимущество в том, что предприятие построено и оно динамично растет. Приятно, конечно, есть что рассказать. Горжусь своим предприятием, горжусь своим коллективом. То, что мы сделали вместе, это останется надолго. Не то, что в памяти, а, как вы видите, такой плод. Не каждому в жизни удается что-то после себя оставить. Не у каждого в жизни есть такой счастливый билет. Но вы знаете, я когда пришла на Речи Цепиво работать молодой девчонкой, рабочей, пробоотборщицей, после техникума в 19 лет, там была команда, которая строила завод. Директор и все руководители. Я им завидовала. Думаю, какие счастливые люди. Они мне показывали деревья, которые они садили. И я завидовала. Ну, какое счастье. И так вот сложилось, что мечты наши материальные. Этот лотерейный билет я вытянула, и он оказался удачным. Ну, а в продолжение посадки деревьев у нас есть такая традиция. Если у кого-то юбилейная дата из высшего руководства предприятия, мы садим кедры. Вот если дальше посмотреть, вы увидите вот там аллея кедров. Мой первый. И вот по очереди они у нас растут. Ольга Луцко человек активный, свои умения и навыки проявляет в самых разных сферах. Став депутатом Гомельского областного совета, Ольга Викторовна получила возможность оказывать непосредственное влияние на развитие не только одного предприятия, но и всего региона. Также наша героиня реализует себя и в общественной жизни. И важно отметить, что в 2016 году она признана Женщиной года по версии Белорусского союза женщин. Такое признание – лишний повод не оглядываться назад, а думать только о будущем. Впереди Ольга Луцко наверняка ожидает немало новых свершений. Быть не просто педагогом, а верным товарищем и помощником. Учитель трудового обучения Виктор Семин знает, как наладить контакт с учащимися. Для него каждый из них прежде всего личность, яркая и неординарная. Я и сам вместе с ними учусь, как учусь, в каком плане. То есть двигаюсь в своем развитии, то есть в дальнейшем еще выше нужно быть. Говорят, что нужно быть выше, детей нет, надо наоборот к ним подойти. Тогда ты будешь ребенка понимать, будешь знать, какие у него проблемы, какие идеи. И они не стесняются ко мне подходить вот с какими-то проблемами такими тоже. Виктор Семин уроженец Калинковичского района. В 1979 году закончил Оршанское педагогическое училище по специальности учитель труда и черчения. Так распорядилась судьба, что после аварии на Чернобыльской АЭС приехал в Наровлю один из наиболее пострадавших городов. И с тех пор Виктор Семин место жительства не менял. После аварии я работал несколько не по специальности, потом уроки мне стали сниться. Представляете, сплю и веду урок во сне. Но понял, что надо искать где-то свободное место. И вот я из совхоза Азаричей переехал сюда. О профессии педагога Виктор Семин мечтал с детства. И выбор сделал осознанно. Первый пример моего папы. Он токарь. Он участвовал в Великой Отечественной войне. И во время ранения, во время лечения в госпитале он получил специальность токаря. Вот механизированный колоний, он ремонтировал военную технику. И я часто был у него на работе. Нравилось наблюдать, как он работает. Дома мастерить нравилось. Вот не секрет, что я штангенциркулем и уже во втором классе пользовался свободно. Ну и еще толчок был. Меня соседка в начальной классе преподавала. И так иногда просила, подходите. Подходи, помогай мне там с детьми. Мне нравилось с детьми возиться. Уроки у Виктора Семина всегда интересны. А все потому, что герой нашей программы скрупулезно подходит к их подготовке. Хотя это не всегда просто. Ведь трудовое обучение – это не только практические навыки. Необходимо владеть и колоссальными теоретическими знаниями. Мне приготовить к уроку, вот, например, нужно каждому покласть инструмент, набор инструментов, вот, разложить. И дать заготовку, заготовить графическую документацию, выдать, изучить тему, а потом еще и поработать с детьми. У меня классы есть, 18 человек. Представьте, 18 молотков, 18 напильников, 18 зубиков, 18 заготовок нужно подготовить, 18 чертежей. Это сложно, но и интересно. Уроки в третьей школе города Наровли проходят даже летом. Это необычные занятия. В классе всего два человека. Виктор Семин готовит их к Олимпиаде. И пусть до ее начала еще несколько месяцев, чтобы быть среди лучших, необходимо долго и упорно работать. Ребята, сегодня мы продолжим занятия по подготовке к Олимпиаде и продолжим изготовление изделия струбцино-слесарная. Творческий подход к занятиям не просто позволил вызвать неподдельный интерес у учеников. А всего за несколько лет сделать их достойными представителями района, как на областном, так и на республиканском этапе школьной Олимпиады. Свои позиции ребята уверенно удерживают уже 10 лет. Подготовка к Олимпиадам проводится в школе ежегодно, постоянно. Но не всегда нам удается получить желаемый результат. И лишь только в 2009 году ученик 11 класса, Остецкий Павел, стал победителем третьего этапа республиканской Олимпиады в городе Жлобине. И завоевал диплом второй степени. Лучшая оценка работы учителя – это успехи его учеников. И в последние годы завоевано около 30 дипломов областного значения. Довольно неплохой результат для школы из небольшого райцентра. Заслуги учителя переоценить невозможно. В каждого из олимпиадников Виктор Семин вкладывает все свои знания и умения. А опыт и педагогическое чутье помогают учителю определить талантливых ребят с первых занятий. По-своему определяет человек общительный, человек сообразительный, человек инициативный. Такое же я замечаю в детях. Он предлагает, он как генератор идей, он толковый. Руки золотые должны быть, конечно. Конечно, не каждому суждено стать победителем. Однако даже для тех, кто не попал в команду олимпиадников, уроки по трудовому обучению не теряют свою актуальность. Здесь учат не только обращаться с инструментами, но и развивают логическое мышление. Виктор Семин уверен, что навыки, приобретенные на его занятиях, обязательно пригодятся в жизни и поспособствуют формированию всесторонне развитой личности. Программа трудового обучения школы предусматривает выполнение многих операций по обработке древесины, по обработке металла. Например, когда дети обрабатывают древесину, они учатся приемам соединения деталей, изучают и другие виды соединения, соединения на клею. А такие работы должен выполнять уметь любой мужчина, потому что ему придется выполнять ремонт мебели, сборка мебели, ремонт помещений. Но умение работать с металлом ему позволяет самостоятельно ремонтировать свою технику. Велосипед во взрослости ему будет легко справляться с ремонтом автомобиля. На счету Виктора Семина немало наград. Среди них дипломы от Гомельского госполкома и Министерства образования. А в 2017 году за свой профессионализм и трудолюбие Виктор Николаевич получил нагрудный знак «Отличник образования». Любовь к спорту с самого детства и по сей день. Ольга Некрашевич и Сергей Кравченя – молодая семья, главные принципы которой – взаимоуважение, поддержка и здоровый образ жизни. Некогда простое увлечение спортом со временем переросло в профессию. Первый учитель физкультуры привлек в спорт с тех пор, со спортом не расстаюсь абсолютно ни на минуту. Детей своих приучаю к спорту и занималась волейболом, настольным теннисом, ну, легкой атлетикой. Ольга Некрашевич, как и ее муж, выпускница второй школы города Житковичи. После окончила Луевский педагогический колледж, а затем Белорусский государственный университет физической культуры. Уже три года является заместителем директора детско-юношеской спортивной школы. В обязанности входят не только административные функции. Ольга также тренирует юных спортсменов. В ее группе 10 человек, и среди них есть уже свои звезды. Победитель забега отважных, Жибурта Леся, победитель областных соревнований. И вот, как бы, звездочка наша. Надеюсь, воспитаем ее и дальше будет не только на областных, но и республиканских, и международных соревнованиях. Иногда занятия помогает проводить супруг, но все же большее количество его времени уходит на личные тренировки. Сергей Кравченя – действующий спортсмен. На обновленном стадионе, расположенном возле родной школы, атлет тренируется по несколько раз в день. По возможности использует и другие площадки районного центра. Я лично к своей спортивной карьере, которая сейчас идет у меня на данный момент, пришел после баскетбола, потому что я занимался в основном в школе баскетболом. Ну и уже начала, мечта была своя. Я вот иду к легкой атлетике, потихоньку к своей мечте. Сергей Кравченя – пример человека, который благодаря упорному труду и невероятной силе воли сделал себя сам. С декабря 2018 года спортсмен стал членом национальной сборной по легкой атлетике. Проходило множество турниров. Весь июнь мы стартовали за границей. Польша, Германия мы стартовали. Где были там первые места, были не первые места. С соперниками гораздо уровня выше с кенийцами. А так, если брать за последнее время, так вот буквально 6 дней назад проходил Кубок Республики Беларусь, где разыгрывались путевки на командный чемпионат Европы. На данном первенстве я был второй в беге на 5000 метров. Проиграл своему другу с Гродно 90 сотых. И страну представит он на этих соревнованиях. Мне, к сожалению, не повезло. Когда пламя мира в преддверии Европейских игр путешествовало по области, принимать его в Турове должен был Сергей. Однако спортсмен отсутствовал. Причина уважительная – участие в международных соревнованиях. На подмогу пришла супруга Ольга. Гордость испытала эмоции, эмоции неперенаполняемые. Ну, как бы с детьми, как и обещали, мы со своей группой поехали болеть на легкую атлетику, болеть на наших спортсменов. Побывали и факелоносцем, и болельщиком. У молодой семьи немало планов. Ольга продолжит тренировать, и, возможно, вскоре на Олимпийском небосклоне засияют новые звезды. А Сергей будет и дальше упорно трудиться, чтобы в ближайшем будущем в мировом спортивном сообществе зазвучало его имя. Субтитры создавал DimaTorzok